Хантер обратился на следующий день, в воскресенье, после того, как случился еще один эпизод более интересный. То есть не просто какие-то люди, которые стоят на улице, он выходил из больницы, за ним следила, за ним ехала машина. И как только Хантер развернулся на 180 градусов, эта машина тоже совершила разворот. После этого Хантер увидел в машине одного человека, которого он видел накануне. То есть были те же самые люди. Хантер вернулся в больницу, вызвал полицию. И после этого германская полиция установила охрану Пети и всех его родственников и друзей, которые находятся в данный момент в Берлине. И до сих пор они передвигаются везде под охраной полиции Германии. Они спят в одном доме вместе с полицейскими. И если куда-то едут, то только на полицейском вене. И если, допустим, нужно им интервью с кем-то сделать, то все планируется заранее за 24 часа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!